Обрушение еще возможно. Сейчас все машины, мы посмотрим, что уже было, гражданские машины убираем, народ убираем, там закрываем проезд, чтобы здесь никто не ходил. Все произошло в эту субботу, 5 сентября, в районе часа дня. Одна за другой обсыпались несущие стены первого, второго и третьего этажа особняка Зорга 1900 года постройки. Это здание объект культурного наследия регионального значения. Простояло в областной столице 110 лет. Но аварийным его признавать не спешили. Единственной проблемой дома оставалась канализация. Именно ее в тот день ремонтировали. И именно с работы коммунальщиков жильцы дома связывают ЧП. Лет 10 канализация у нас не работала центральная. Все заливалось в подвал. Вот еле-еле мы добили, чтобы нам колодцы сделали. Вот они сделали колодцы. Раскопали и дом пошел. Ну как произошло? Выбежал пацан с квартиры вот сверхней. И говорит, у меня дома все трещит. Посмотрели, там стена расширялась, трещина увеличивалась. И все пошло. Ребята-строители успели убежать. То есть прям вообще считанные минуты трещина пошла? В течение 10 минут. Я проживала на третьем этаже, вот в этом доме. Я лишилась дома и лишилась имущества. В этот момент был дома мой сын. Он выскочил на улицу. В то время, когда внизу копали сотрудники коммунальной службы. Он их предупредил, чтобы не копали, что пошли трещины. Но они продолжили, копнули под стену. Стена рухнула. Он успел выскочить. Моя квартира, она с весны страдает. Как начали копать, у меня лопнули все потолки, осыпались до дранки. Все вот в паутинке, в трещинах. И на кухне, в двух комнатах. А теперь уже вот результат. Дальше начали копать. Но я ходила с весны и зимой. Они зимой же начали копать. Пострадало имущество не только жильцов дома. На первом этаже размещался канцелярский магазин. По словам владельца бизнеса Татьяны Винокуровой, ее основные клиенты – студенты политеха. Здесь они распечатывали внеформатные чертежи и схемы, переплетали дипломы. Кирпичи со всех этажей рухнули как раз на технику, закупленную совсем недавно. Ущерб по горячим следам женщина предварительно оценивает в сумму от 500 до 600 тысяч рублей. Я вообще, что мы даже не знаем, куда это все везти. Вот стоим, у нас нет места. Вот видите, сколько у нас. Семь лет мы здесь простояли. Теперь остались без техники самой основной. То есть плоттеры, два плоттера, три плоттера, сканер нулевой, принтер третьего формата. Ситуацию в тот же день признали чрезвычайной. Причина будет установлена экспертная организация, которая приступит к работе после снятия угрозы обрушения оставшихся новейших конструкций для того, чтобы эксперты могли безопасно работать. Для контроля здесь останется дежурить расчет спасателей. В доме прописано 49 человек. В целях безопасности отселили и тех, кто живет в смежных домах. Всем предложили перебраться в пункт временного размещения на улице Ленинской. Согласились трое, остальные пока разъехались по родственникам и друзьям. По результатам технического обследования будут понятные сроки и технические решения по восстановлению несущих конструкций данного дома. Все будет зависеть от проекта восстановления несущих конструкций. Но все жители будут с жильем. В понедельник уже все жители подойдут в департамент управления имущества. С 9 часов их ожидают для предоставления маневренного жилья. Сейчас по требованию МЧС подходить к зданию ближе, чем на 10 метров запрещено. Ограничено движение автотранспорта по нечетной полосе улицы Галактионовской от Вилоновской до Ульяновской. Трамваем разрешили следовать с заниженной скоростью. Расследованием происшествия заняли Следственный комитет и прокуратура. Продолжение следует...